Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Ну и вот эта глава, она такая обычная. В ней говорится то, что во многих других главах, многих пророческих книг, и 23, и 24, и 25. Единственное, что в них у нас будут очень интересные и яркие образы, метафоры, притчи. А тут такое резюме, вот тут такой основной смысл того, что вот в этой части книги в обличении Израиля и Иерусалима содержится. Итак, начнем с этого самого резюме. «Было мне слово Господне, сын человеческий, не произвести ли тебе суд? Да, суд над этим кровавым городом. Объяви ему все его мерзости и передай, что говорит владыка Господь». Интересно, что пророк у нас обычно не выступает в роли судьи, он вестник, он тот, кто передает, может быть, приговор, судебный пристав, если хотите, на современный едлад, но не судья. Понятно, что здесь, собственно говоря, пророк возвещает тот суд, который производит Бог, и он уже произносит приговор, да, обвинительный акт и приговор. Вообще метафора суда, она довольно необычна, на самом деле, для того, что Бог говорит своему народу. Суд предполагает в нашем понимании состязательность сторон. Есть обвиняемый, есть его адвокат, есть обвинитель, или, если судебный процесс гражданский, есть истец, есть ответчик, один говорит это так, другой говорит нет, совсем наоборот, правильно? И судья — человек, который должен вынести решение в пользу одной из сторон или найти какое-то промежуточное, компромиссное решение. Но когда Господь судит свой народ, то Господь и судья, и обвинитель, а ответчик — это народ. Господь — истец, и опять-таки народ должен так или иначе ответить, но спорить ему особенно не удается. Поэтому, может быть, слово «суд» в наших переводах, оно не совсем точное. Оно скорее обозначает некое подведение итогов. Приговор, вынеси приговор. Но дело в том, что наша судебная система, она все-таки не из древнего Израиля. Она, может быть, опирается на какие-то античные образцы, на правосудие уже нового времени. А тогда правосудие — это, скорее всего, человек, которого приводят к царю, и царь выносит свой приговор, в общем, без особой состязательности. И в данном случае пророк — это глашатый, который объявляет это решение. Объяви ему все его мерзости и передай, что говорит владыка Господь. Город, льющий в себе самом кровь, и тем ближе его срок, делающий себе идолов и так оскверняющий себя. Вот обращение уже содержит в себе обвинение. Так что формально здесь действительно такие элементы суда есть. Начинается все с обвинения. Потом оно конкретизируется. Ты повинен в кровопролитии, ты осквернен сотворенными идолами, сократил ты свои дни, достиг своего срока. Зато отдам тебя на поругание народам, на посмешище странам. Ближние посмеются вместе с дальними над тобой, осквернившись свое имя мятежом наполненный город. Ну, а вот и приговор. Вот сразу отдам тебя на поругание, на посмешище. Опять-таки история понимается как череда событий внутри вот этих отношений Бога со своим народом, а не просто как игра разных сил или случая. Вожди Израиля, что было сил, кровь проливают тебе, засловят у тебя отца и мать, притесняют тебя чужеземцы, обижают у тебя сироту и вдову. Вновь обратим внимание, что на первом месте становится или почти с самого начала, или с самого начала, как здесь, все-таки преступление против ближнего. Да, вот та весть, которую пророки неустанно несут. Нельзя быть вот таким вот жестоким эксплуататором, разорителем, притеснителем и при этом благочестивым человеком. Ну, просто нельзя. Первый тур не проходишь отбора. Святыни мои ты презираешь уже на втором месте. То есть, казалось бы, мы с этого должны были бы начать. Нет, это уже на втором месте. Святыни мои ты презираешь, субботы мои оскверняешь. Суббота для Изекииля очень важна не только для него, но для него особенно. И я уже об этом говорил. Ну, потому что они находятся в изгнании. Изекииль – это пророк в изгнании. Вавилония. Храма нет. Святыни Господа в Вавилонии нельзя ни почитать, ни презирать. Их там просто не существует. А суббота существует. Время – то, чем каждый из нас располагает. Бедный человек не имеет денег, не имеет животных для жертв. Но время у него есть. Так же, как у богатого. Ровно столько же времени. Вот, соответственно, суббота – это способ отделить что-то для Бога, который доступен всем и всегда. Есть у тебя клеветники, чтобы кровь проливать, жертвенные застолья на горах. Ну, это все языческие культы, конечно, а не просто пирушки, пикники. Гнусности в тебе творятся. У тебя открывают наготу отца и насилуют женщин во время месячных. Наготы отца – это, конечно, история про хама, который валился голым в своем шатре. Здесь не очень ясно, что это такое возможно. Имеется в виду то, что сын спит с наложницами своего отца. То есть, грубо говоря, забирают у отца то, что его постели принадлежит. Вот это, наверное, у всех народов было не очень-то хорошо, но в Ветхом Завете осуждалось категорически. Один творит мерзости с женой, соседу, другой оскверняет свою сноху гнусность, а иной насилует у тебя свою сестру, дочь своего отца. Вот так подробно переписываются разные варианты. Ну, скорее как иллюстрации, да, то есть достаточно, казалось бы, сказать, разврат. Какая разница конкретно там, кто сноху оскверняет, да, то есть жену сына, кто с сестрой своей ложится. Ну, может быть, чтобы еще больше подчеркнуть, насколько это все отвратительно, то есть назвать все своими словами. Там у тебя берут взятки, чтобы проливалась кровь, ты даешь деньги в рост, ты берешь с лихвой. Вообще-то это проценты, да, сегодня экономика безземная, из них немыслимо, тогда инфляции заметной не было, поэтому проценты были строго запрещены. Ты жестоко вымогаешь у соседа, а меня ты позабыла. Пророчество Владыки Господа. Как узнать, забыла о Боге то или иное общество или нет? Смотреть, как приносятся жертвы, как читается ли там Писание, произносятся ли проповеди, неа. Иезекииль говорит, как вы относитесь друг к другу. Причем, обратим внимание, что начинается с отношения к людям, ну, скажем так, живущим рядом, заканчивается соотношение к людям, живущим в своем доме, что менее заметно. И вот это и есть главный показатель того, помнят эти люди о Боге или нет. И возникает вопрос о корпоративной ответственности. Иезекииль же нам говорил, что сын не понесет вины отца, а сосед вины соседа. Ведь не каждый же человек спит с сестрой или насилует жену своего сына. Ну, далеко не каждый просто. Не у всех, наверное, физическая возможность есть. Не каждый дает деньги в рост, потому что денег не у всех хватает. Кто-то же наверняка в этом не повинен. Но в этом обществе это стало нормой. Вот что, собственно, говорит Иезекииль. Вот и способ узнать, с Богом это общество или нет. Сжимаются мои руки из-за вымогательств, которые ты совершала, и кровопролития, которые в тебе происходили. Сжимаются руки образ гнева, да, вот ударить хочется. Понятно, что все это метафора. У Бога нет рук, так же, как глаз или ушей в нашем понимании. У нас есть, у каждого. Но, скажем так, вот удар, который будет нанесен, он как бы естественное следствие того, что происходит. Это не просто Бог сидел и думал, и решил их наказать, а это вот какая-то очень естественная реакция, как у человека сжимаются руки, когда он видит что-то совершенно безобразное. Из-за вымогательств, которые ты совершал, и кровопролития, которые в тебе происходили. Выдержит ли твое сердце? Останется ли в руках сила, когда я сам тобой займусь? Я, Господь. Я сказал, и я сделаю. И вот, смотрите, Иезекииль все-таки уводит нас от этой картины Господа как мститель. Она есть, есть в Ветхом Завете, у пророков, у Исаии, есть в Псалмах встречается. Господа как могучего воина, который выходит на тропу войны и уничтожает всех на своем пути. И скорее говорит о том, твое сердце выдержит ли. Вот Иезекииль больше переносит акцент на ответственность самого народа, самого общества, которое творит такие вещи. Но при этом и действия Господа тоже присутствуют. Я рассею тебя среди народов, разгоню по разным странам, очищу тебя от грязи. Опять-таки, в чем смысл всех этих изгнаний? Они сами уже в изгнании, но еще будет больше изгнанников. Очистить народ от грязи. И когда осквернишься ты перед народами, тогда будешь знать, что я Господь. То есть осквернишься перед народами. Вот образ, конечно, пленников, которых ведут. Они там ободранные или вообще нагие. Очень часто ведут пленников голыми, чтобы дополнительно их унизить, а потом голый далеко не убежит. И понятно, что они там в грязи и во всем таком прочем. И вот как ни странно, это унижение, это осквернение, эта нечистота становится началом очищения. То есть люди начинают понимать, что их к этому состоянию привело. И человек, который всего лишился, он уже имеет возможность начать заново. Пока он за что-то еще цепляется из нынешнего, он думает, ну ладно, как-нибудь обойдется. Было мне слово Господне. Сын человеческий, дом Израилев стал для меня окалиной. Все они медь, олово, железо или свинец. Окалина, ну это то, что при, собственно говоря, металлургическом производстве остается лишнего, да. Вот есть медь, олово, железо, свинец, ценный металл. Есть окалина, то, что обгорело, то, что выбрасывается, да. И, собственно, испытание, есть то самое горнило, в котором это все переплавляется. Да, и оттуда должна выйти струя чистого металла, а вот все, что останется, всякий шлак, будет выброшено. Но в горниле, где плавили серебро, одна окалина. Поэтому владыка Господь говорит, раз все вы стали окалиной, я соберу вас посреди Иерусалема. Вот ничего не осталось ценного уже в этом городе, да. Как вместе кладут горнило серебро, медь, железо, свинец и олово. Раздувают огонь и плавят их. Ну, конечно, их кладут не совсем вместе, если не хотят сделать какой-нибудь особый сплав. Но неважно, вот все это кладут в горнило. Раздувают огонь и плавят их. Так и я в ярости и гневе соберу вас, положу и переплавлю. Соберу вас, отдохну на вас пламенем моего негодования и переплавлю вас в этом городе. Как плавится в горниле серебро, так и вы расплавитесь в нем и будете знать, что я, Господь, излил на вас свою ярость. Так все-таки почему все вместе? Серебро, железо, медь, олово. Ну, так же не делают. Ну, наверное, вот как раз этот вопрос солидарной ответственности. Понятно, что металлы разные, люди разные. Есть знати, есть воины, есть купцы, есть ремесленники. Разного достоинства, положения. Но они все оказываются в одном горниле, потому что это свойство их всех. И он говорит, как плавится в горниле серебро, не упоминая уже меди или железо. То есть в результате останется ценный металл. Пусть не самый ценный, как золото, но достаточно ценный. А все вот это мало ценное, оно уже оттуда не выйдет. Дело не в социальности, конечно, здесь. Дело в том, насколько это все важно для Бога, насколько это общество действительно для него драгоценно, насколько оно соответствует его идеалам. Было бы не слово Господне, сын человеческий, и скажи ей. Я напомню, что Иерусалим город, и Израиль страна по еврейски женского рода, и земля, и город, эти слова женского рода. Ты не чистая земля, и в день гнева не напоит тебя дождь. Пророки в ней сговорились. Он словно лев, что с рычанием рвет добычу. Людей живьем пожирают, добро и богатство отбирают, вдов в ней умножают. Ее священники нарушают мой закон, оскверняют мои святыни. Обратим внимание, снова сначала отношение к ближнему, и потом уже только отношение к священному. Не отличают священного от обычного. Разницы между чистым и скверным не знают. Обычная для многих религия, включая религию Ветхого Завета, грань между оскверненным, чистым, и наоборот священным. Священный сосуд, и, допустим, что-то, что касалось мертвого тела, и нечистый. И, соответственно, их нельзя, конечно, смешивать. На мои субботы глаза закрывают, так меня у них оскверняют. Снова про субботы. Вожди среди них, что волки, рвут добычу, льют кровь, живьем губят, лишь бы схватить чужое. Очень хорошо знакомый всем народам и временам образ вождей, которые волки, вместо того, чтобы стать пастухами своего стада. А пророки все обеляют, видения их пусты, пророчества ложны. Говорят они, так сказал владыка Господь, а Господь не говорил. Простой народ друг друга обижает, губит и грабит бедного и нищего обирает, чужестранца притесняет. Нет справедливости. И пророки — люди, которые должны бы это все, по крайней мере, обличить. Но мы часто не знаем, что мы можем сделать. Вот творятся безобразия, мы не в состоянии их остановить. Можем, во-первых, сами не участвовать, во-вторых, назвать все своими именами. Пророки, а в древности это было не столько призвание, сколько профессия, ее вполне можно было приобрести, ей выучиться, они в данном случае как раз делают то, чего делать не должны. А именно называют черное белым. Ну, за это платят. Искала среди них человека, кто воздвиг бы стену, и стал в проломе передо мной за эту землю, чтобы я ее не погубил, но не нашел я такого. Стал в проломе, образ, естественно, Иерусалим под осадой. Вот вражеское войско сделало пролом, пробило дыру в стене, и оно туда устремилось. А какой-то герой становится в этом проломе, отбивает нападение. И вот Бог, как ни странно, ищет того, кто встанет и будет отбивать его нападение. Ему не все равно, он готов к тому, что ему будут сопротивляться, как Иов ему сопротивляется, а в конце оказывается, что не так уж. И плохо он говорил, что друзья говорили гораздо менее верно о Боге. И не нашел я такого. То есть интересно, что вот у пророков очень часто этот образ богоугодного богоборца, человека, который борется с Богом за лучшее будущее. А как Иаков боролся с неким существом, который потом сказал, что ты боролся с людьми и Богом. Так и залью на них мой гнев, истреблю их пламенем негодования, оброшу на голову им их поступки, пророчество владыки Господа. Ну, а в следующих главах более цветисто, и языком притчи сказано примерно то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok